Добрый день. В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Дмитрий наш Анатольевич Медведев не так давно высказал очень интересную мысль. Причем сначала, когда я увидел первую новостную такую ленту, я подумал, что это не показалось. Ну или может быть это так, какой-то, как сейчас модно говорить, фейк. Премьер наш предлагает сократить рабочую неделю до четырех дней. Не сразу, но тем не менее предлагает. Потом появилась еще одна такая информация, еще и другая, и третья, и четвертая. Понятно, не оговорился. Значит, правда. Представляете, дорогие телезрители, предлагаем вроде как за наши права побороться, наши любимые чиновники. До четырех дней. И сразу же пошли ответные мнения экономистов, политологов, просто политиков. Надо, не надо. Руководители предприятий про-эд-контр, как говорится на латыни, за и против. И сегодня мы об этом и поговорим, дорогие телезрители, стоит или не стоит это вводить. Потому что вообще страна наша давно существует. И примеров за всю историю многовековой нашей России много. Когда рабочая неделя вообще сначала была, естественно, ненормированная. Потом она времена капитализма, о котором в развитии Владимир Ильич писал. Она у нас была в России довольно большой. До революции по 14-16 часов работали. Потом сократили до 11 с половиной. И только советская власть, когда захватила эту самую власть, сказал, что хватит, надо работать 8 часов в день, не больше. Хотя мы знаем, что в нашей самой любимой стране случалось по факту очень разное. Потом даже сократили рабочую неделю в нашей стране к концу 30-х до 5 дней в неделю. Хотя так интересно, как написано в интернете, один день был выходной. А вот вопрос, куда девался еще один день тогда. Вот он был выходной или нет. Или это был тот самый субботник, когда вроде бы он выходной, но поработать надо было на нашу советскую родину. Потом опять увеличилась рабочая неделя. Страну после войны она была восстанавливать. И это факт. Ну и так далее. И только по сути к концу 80-х она вроде как у нас стала той самой 8-часовой в день, 5-дневной. Ну и стоит или не стоит теперь все-таки и дальше сокращать. Об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить наших уважаемых гостей в студии. Это Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. И кандидат экономической наук. Оксана, привет. Добрый день. Это Николай Юрьевич Пашуев, управляющий директор Тверского завода пищевого оборудования. А еще заместитель председателя совета руководителей предприятий Твери. Добрый день. Добрый день. И Сергей Львович Веренинов. Сергей Львович это председатель Федерации Тверских профсоюзов. Той самой организации, которая в первую очередь стоит на страже интересов всех, кто в нашей стране работает. Худо, бедно, но работает. Это вот все Сергей Львович. Добрый день, господа и уважаемая дама. Спасибо, что нашли время в вашем напряженном графике прийти и высказать свое мнение. А вы, дорогие телезрители, можете высказать свое мнение по телефону 300-190. Что вы думаете по поводу рабочей недели? Надо нам работать меньше, больше или меньше, но интенсивнее. Довольны ли вы нынешними условиями труда? 300-190. Звоните, пожалуйста. Ну что ж, господа, ваше мнение, кто начнет, я даже не знаю, с кого начнет, мне всех хочется одновременно спросить. Ну, Сергей Львович, давайте вы как профсоюз, что вы думаете? Давайте. Ну, я бы хотел сказать, что профсоюзу, в принципе, вот высказывание примера по поводу сокращения рабочей недели, с самого начала они отнеслись как к какому-то сбросу или фейку. Да. Почему? Потому что это было высказано на уровне Международной организации труда. Она как раз этим занимается, Международная организация труда, принимает документы, которые, в общем-то, обязательны для всех членов Международной организации труда в случае их ратификации. Поэтому, в общем-то, мы серьезно к этому отнеслись с самого начала, к этому вопросу. На уровне руководства Федерации независимых профсоюзов России были уже официальные комментарии. Естественно, мы должны приветствовать сокращение рабочей недели. Мы же профсоюз, да. Но единственное наше твердое условие без сокращения уровня заработной платы. Каким образом, значит, это сделать или реализовать? Ну, наверное, работодателю важнее. Я бы хотел затронуть только отрасль бюджетную. Потому что там тоже производительность труда. Я имею в виду и врачей, и учителей, и многих-многих работников бюджетной сферы, в которой происходит реформирование системы заработной платы уже, наверное, около 10 лет. И нам все время и говорили, что это связано с тем, что необходимо поднимать производительность труда, скажем так, в этих отраслях. Ну, повысилась она или не повысилась. Нам всем виднее, как жителям, как потребителям этих услуг. И здравоохранения, и образования, и культуры. С другой стороны, интенсивность труда, на мой взгляд, у работников этой сферы стала намного больше. И нагрузка стала больше. Хотя и уровень заработной платы вырос. То есть, вот пример, когда что-то реформируется, и что-то меняется, и сокращается период рабочего времени, в общем-то, есть. Хотя не такое, как предлагается сделать сейчас кардинально. Ну, я думаю, в период, так сказать, переходного периода и производственная сфера должна прийти к этому, то есть, изменяя производительность труда. Тут, я думаю, на мой взгляд, больше проблема экономическая для работодателей, чтобы закупить новое оборудование, научить работников на нем работать. И чтобы в более сокращенную рабочую неделю, значит, производительность труда более высокая позволяла выходить на тот же самый уровень выпуска продукции. А можно даже и повышать его. Вот наше мнение такое. Я думаю, 10 сентября будет исполком Федерации независимых профсоюзов России. Там, возможно, будет принято официальное решение о позиции профсоюзов. И в октябре, скорее всего, будет Генеральный совет. Там тоже, я думаю, эти обязательства будут приняты. Ну, позиция профсоюзов такая. Мы за, но с условием нестижения уровня заработной платы. Говоря языком Владимира Ильича, уже упомянутого, мир, но без аннексии и контрибуции. Ну, можно так сказать, да. Хорошо, интересно. У нас традиционно, дорогие телезрители, всегда веками профсоюзы вот на одной стороне, а работодатели на другой. Вот у нас даже сейчас на программе тоже они по разные стороны стола. Поэтому, Николай Юрьевич, как работодатель, что Вы думаете? Во-первых, я хотел бы сразу определиться с тем, что я считаю, что у нас работодатель, и работник, мы вот здесь. Да, мы не там, мы вот здесь. Потому что именно работники и работодатель, как никто, зависимы друг от друга. От того, насколько успешно идет бизнес, насколько хорошо работают работники, мы зависим друг от друга. И поэтому я всегда подчеркиваю, может быть, это как-то немножко по-коммунистически, да, но, тем не менее, мы с рабочими в одном окопе. То есть, если бизнес закрывается... Мировая капитализм, он по-другую, да? А при чем здесь капитализм? Есть люди, которые создают, руководят и развивают. Есть люди, которые им помогают. Существует мнение, что все хотят быть богатыми. Я считаю, что это не совсем правильно. Понимаете? Кто-то стремится к чему-то большему и так далее, а кто-то хочет жить в достатке. Достаток это что значит? То есть, средств человеку должно быть достаточно на то, чтобы достойно жить. И он не хочет, допустим, ездить в Роллс-Ройсе, и чтобы за ним еще 10 машин охраны, да, и вечно находиться в золотой клетке. Чтобы человек жил свободно, мог съездить отдохнуть, где он захочет, и когда он захочет. Ну, то есть, какую-то иметь свободу и так далее. А для этого нужно достаточное количество средств. Для этого не обязательно быть миллиарды. Иметь, вернее, миллиарды. Поэтому, извините за такое вот, может быть, отступление от вопроса. Но, тем не менее, я надеюсь, что я сегодня буду высказывать не только мнение работодателей, но и вообще всех участников бизнес-процесса. Вот. И рабочих, и работодателей. Формула, на мой взгляд, очень простая. Ее все знают. Время-деньги. Меньше времени, меньше денег. Здесь это однозначно. Меньше работаем, меньше получаем. По-иному просто быть не может. Меньше получаем, меньше зарабатываем. Меньше зарабатываем, хуже живым. Вот мое мнение такое простое. То есть, получается, по вашей логике, нужно, может быть, наоборот, повысить нам рабочую смену? Это больше денег? А вы знаете, по моей логике, если мы почитаем трудовой кодекс, там же написано, что у нас трудовая неделя не более 40 часов. Мы все выполняем. Если кому-то это много, ну, ради бога, давайте сократим. Я сегодня, вот, еще раз говорю, обзвонил, сделал такой экспресс-опрос. И, допустим, вот наше все, ТВЗ. Замечательное предприятие, которое сейчас работает очень напряженно. Но не так давно, мы же помним, и сокращенную неделю, и простое, и так далее. И вот от того, что они работали, извините, там, половину недели и менее, кому-то было хорошо? Было хорошо рабочим? Было хорошо предприятиям? Нет. Всем было плохо. И вот то, что они сейчас работают в три смены, как говорится, и так далее, наверное, всем только хорошо. Посмотрите, какие у них зарплаты. То есть, я здесь считаю, однозначно, и весь мировой опыт говорит о том, что надо просто работать. Николай Юрьевич, давайте дадим поработать с нашим выпускающим эфира. А, у нас пока не будет рекламы, да? Прекрасно. Тогда еще можем... Хорошо, тогда дадим поработать Оксане, нашей замечательной. Оксана. Да, безусловно, все, что сказали уважаемые собеседники, я согласна. Но моя позиция, на самом деле, очень радикальная. Я считаю, что это совершенно неверное предложение и категорически невозможное к реализации на сегодняшний момент времени. Вообще, Ром, вот сколько я прихожу на эту программу, разные темы мы здесь поднимаем. И вот, знаешь, сейчас у меня возникла такая мысль, что вот, ну, все любые темы, они у нас идут откуда? Идут сверху, да? От неких решений государства, от первых лиц государства. И вот любое решение, вообще в целом, любая политика нашего государства строится как? Она строится так, чтобы выглядеть красиво на мировом уровне. Да, чтобы быть не хуже, чем США, страны Евросоюза. Но надо понимать, что это внешняя составляющая, и внутри мы еще не готовы ко многим решениям, которые реализованы на территории развитых стран. И вот то, что предложил Медведев, это одно из тех самых моментов. Чтобы прийти к этому, да, нужно совершить огромное количество мероприятий и приложить кучу усилий. Я как экономист могу сразу сказать, о какой рабочей четырехдневной неделе мы можем говорить, когда у нас нету реального экономического роста. Во всех цивилизованных странах мира политики и экономисты приходят к этому только тогда, когда у них наблюдается значительный экономический рост, и когда действительно ВВП материализуется в серьезных процентах, а не в тех, которые мы видим на сегодняшний день. Если мы действительно сейчас будем развивать мысль о сокращении рабочей недели, то мы к чему приведем? Мы придем к тому, что наш ВВП будет падать семимильными шагами, и это не экономически целесообразное действие. Это первый момент. Второй момент. Конечно, мы не должны забывать о той реальности, в которой мы живем. Да, если мы послушаем тех же психологов, психофизиологов, которые говорят о том, что организм наш устроен таким образом, мы не можем работать эффективно 8 часов в день, 10-12. Реально организм человека, все основные когнитивные функции способны к максимальной работе только в течение 4-5 часов. И даже в принципе в течение 8-часового рабочего дня, не знаю, 2-3 часа уходят на перекуры, на какие-то разговоры, на какое-то отвлечение от работы. И это естественно. Оксана, я все-таки перебью. У нас пока что естественно наступает реклама. Дорогие телезрители, буквально несколько минут, потом Оксана продолжит развивать свою мысль, а вы готовите свои вопросы. Готовы работать 5 дней в неделю, 4 дня в неделю? Если 4, то готовы в таком случае трудиться по 10, например, часов. Или по 8, но тогда как те самые японцы, по образу говоря, как муравьи. 300-190, а пока реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». И сегодня мы говорим о том, что касается, наверное, всех нас, кроме разве что пенсионеров, и то они, как известно, бедные, вынуждены вкалывать. Ибо и пенсия у них теперь снова отодвинута. И вообще, мы сегодня говорим о том, стоит или не стоит сокращать рабочую неделю. В днях, в часах. Стоит ли тогда в таком случае интенсифицировать наш труд? Поэтому, дорогие телезрители, звоните нам по телефону 300-190. Стоит или не стоит сокращать рабочую неделю? А может кто-то из вас, наоборот, скажет, нужно по 6 дней в неделю, а то и по 7. Ибо ситуация у нас не такая, как в Швейцарии и даже в Китае. Ну что же, Оксана, продолжим. Да, действительно, мы остановились на том, что экономически это решение, конечно, нецелесообразное. И оно возможно к реализации, когда производительство труда будет высокое. Действительно, многие развитые страны, где достаточно на высоком уровне технологии внедрены во все производственные сферы и не только, могут себе это позволить. У нас еще надеются на технологии, на какие-то роботы, которые будут производить ту же продукцию в огромном количестве, совершенно качественную, и при этом минимально будет затрачиваться человеческого труда. Но нет у нас такого. У нас нет таких технологий, у нас нет такого оборудования и машин, которые позволили бы до такой степени повысить производительность, где простой работник смог бы действительно трудиться много меньше в неделю. И у него было бы время для себя и личностного роста. Опять-таки, кто является приверженцем сокращения рабочей недели, они о чем говорят? Они говорят о том, что вот здорово у нас, у всех, как у экономически активного населения страны, будет возможность посвящать больше внимания себе, своим увлечениям, семье, больше путешествовать. Но возникает у меня тут вопрос, на что? На что мы это будем делать? Давайте посмотрим правде в глаза и посмотрим элементарную статистику зарплат хотя бы даже по Тверской области. Ну и много ли можно пропутешествовать из семи дней недели три на эту зарплату? Это же смешно, да? И опять, если обращаться к социологическим опросам, которые уже были произведены на этот счет, вы увидите, что все эти опросы, они говорят о чем? О том, что если не половина опрошенных респондентов, то где-то около 40% они говорят нет, потому что они просто боятся за свою жизнь и за свое благополучие. То есть, естественно, у нас у всех в умах, в нашей психологии сокращение рабочей недели ассоциируется с сокращением именно заработной платы. И это неудивительно. Давайте опять посмотрим на реалии нашей жизни. На крупные компании, о которых мы говорили сегодня чуть выше. В любых сферах тенденция какая? Тенденция к укропнению и очень много предприятий, производственной сферы у нас сокращается, торговая сфера и многих других. И смотрите, что происходит на уровне одного работника. Один работник сегодня, в принципе, он выполняет зачастую функции двух работников, но за ту зарплату. Потому что в этой компании произведена так называемая оптимизация, сократили рабочие места, а работа-то она никуда не ушла. Правильно? Ее просто распределили среди тех оставшихся лиц, с которыми эта компания трудится. И что получается? И получается, что для компании это будет определенная экономия. Они будут получать, в свою очередь, более высокую там прибыль или, по крайней мере, сохранят в наших нестабильных экономических условиях, что они зарабатывали. Но отдельно взятая единица, рабочая единица, она, в общем-то, выполняет функции больше. Вот придем мы с вами в любую компанию, в любую организацию и подойдем вот к отдельно взятому там какому-то менеджеру. И он скажет, да я ничего не успеваю. Да за 8 часов я ничего не успеваю. И если не каждый день, то через день я просто-напросто перерабатываю. Потому что на меня возложен такой функционал, который, к сожалению, я не в силах выполнить. А почему? Не потому что он какой-то там тубой, да? Или он физически неактивный, не развитый, не способный. Нет. Потому что просто-напросто его работодатель сказал, хочешь работать, да? Работай, вот тебе функционал. Если нет, мы тебя можем также сократить и уволить, как это было сделано там с твоими коллегами чуть раньше. И, естественно, если мы боимся за свою работу, а это источник нашей жизни по сегодняшнему дню, то, конечно, ничего не остается, как вот выполнять на эти навязанные функции. Ну и для работодателей тоже это будет невыгодно, да? Возьмем, ну, такой элементарный пример. Например, допустим, какой-нибудь элементарный магазин у дома или где-нибудь там в сельской местности, да? И если будет введена вот эта система четырехдневная, то получается что, да? Получается, что вот хозяину такого магазина уже надо будет нанимать не одного продавца, а двух продавцов. Потому что, в общем-то, работа-то этого магазина, она не сокращается, правильно? Он же не будет из семи дней продавать только четыре дня, потому что так вот решило государство, и его прибыль на этом будет теряться. Поэтому здесь со всех сторон, как ни посмотри, вот целесообразного зерна к сокращению рабочей недели нет вообще. Мы не находимся на той стадии развития, да? Мы не настолько сильны экономически, как та же Европа, да? Ну, я думаю, что все знают, в той же Франции, да, в той же Германии действительно рабочая неделя меньше 40 часов. Но опять, что мы будем мериться экономическим потенциалом и мощью этих стран с нашей, да? Это совершенно разные орбиты на сегодняшний момент времени. Поэтому я думаю, что вот это решение, оно не то чтобы неверно, надо действовать не в той плоскости, да? Надо думать не о том, как бы сократить рабочую неделю, а о том, как бы действительно организовать и производственные процессы, и все другие процессы на благо именно роста ВВП. Сергей Львович, ну вот Оксана Антоковича такие факты озвучила, которые вас, как представители профсоюзов, должны возмутить. Это что же у нас получается? Много где, а Оксана, я думаю, просто так не скажет, да тем более, я сам знаю, такие случаи полно. Кто-то работает за себя из-за того парня, за прежнюю зарплату, потому что действительно, я понимаю еще, когда тоже, это действительно факт, когда работодатель скажет, мы уволили Иванова, а вместо него будете работать вот Петров и Сидоров. Но зато у вас зарплата будет в полтора раза больше. Мы Ивановскую зарплату между вами поделим, а получается нет. Так что получается, люди и так вкалывают, как лошади, или как? Ну, я бы сказал, опять возвращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, дискуссии, как ее называть, да? И то, что я в какой-то степени, и Оксана где-то сама себе и противоречила, когда говорила, что интенсивно человек работает не 8 часов в день, а много меньше. Да, да. Кроме того, я хотел бы напомнить, что вот вы вначале сказали, что в советские времена, после восстановления народного хозяйства, после войны, была 6-часовая рабочая. Да, 6-дневная. 6-дневная, то есть, да. Я почему этот период запомнил, потому что я тогда только начал ходить в школу. Я хорошо помню, когда родители каждый день, в том числе и в субботу, подымали, это сказать, кормили, отправляли в школу. И вдруг, в одночасье, ну, мне так казалось, получилось так, что я в субботу вверх подымаюсь, а они спят. Да, не спят. Подвох, обман. Да. И, в принципе, я, насколько помню, конечно, я тогда не думал о экономических каких-то реалиях или глобальных темах. Но, на мой взгляд, ничего страшного в стране не произошло с введением президента рабочей недели. Да. Поэтому, я, конечно, и у нас сомнения тоже в нашей среде, вот, в отношении того, что было сказано коллегами, в отношении, так сказать, как это скажется на экономике, как это скажется на производительность труда, на заработной плате работников. Вот. Поэтому, в общем-то, мы-то считаем, что должен быть обязательный переходный период. Вот. Потом, кроме того, с чем я еще не могу согласиться, я понимаю, что у нас экономика по сравнению с высокоразвитыми странами находятся на более низком уровне, но, тем не менее, у нас есть высокопроизводительные предприятия. Вот. В прошлом году мы обычно в ПЦФО собираемся. В Обнинске были на предприятиях авиационно-космическом. Ну, вы меня извините, такая производительность создала, такое производство высокотехническое, высокотехнологическое. Потом были в Воронеже, ну, тоже авиационная промышленность. Вот. Ну, а наше ТВЗ. Вот. В общем-то, вот на этих, как бы, мне кажется, флагманах, и надо равняться, не чтобы остальные, значит, на них равнялись, и такие образы вытаскивали свое производство. Ну, а почему такое происходит, на наш взгляд, в экономике и как опосредованной промышленности? Потому что у нас правит балл банковский капитал. Вот там все, там кредиты взять невозможно, или, пожалуйста, за такие проценты, за которые... Простите, я вас перебью, Сергей Львович, у нас показывают телефонный звонок. Ага. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас идет ваше пление, идут. Вот это такой бред сивой кобылы. Я полностью, сто процентов, согласно с этой девушкой, такая молодая, такая молодец, такая умная, грамотная. Вот у меня, я пенсионерка, у меня два сына работают. Они работают по пять дней, прихватывают еще даже еще. Скажите, пожалуйста, они здесь существуют, у них семьи, им надо жить. А если сократят рабочую неделю, откуда начальство, у них две руки только, две руки. Откуда начальство, это предприятие возьмет им деньги, если они все равно столько же выработают, ведь зарплата должна сократиться, понимаете, у них меньше часов в работе будет. Что за чушь такое несут? Что околесят этот шокин, набил себе карманы и ходят к медведям, ему можно и два дня не работать, работать только, он может ездить везде. А молодежь, они соблются, семь лет скормить надо. Чушь какая-то, вот понимаете, чушь какую-то. Хоть вот эти бюджетники, они все равно свой оклад получат. А люди, которые с выработки-то, чего не получат-то? Это чушь такая, такая чушь такая, прям, что сможет куда-то за границу. Это все вот эти подсказывают, которые нахапали себе из государственных недр. Вот эти земли выкачали, качают все себе в карманы, они разбогатели. А этим, чушь, вот этим бедам-то, они совсем... Спасибо вам большое за что. Совсем полку будут люди. Спасибо вам большое. Чушь такую несут, околесятся какую-то. Спасибо за ваше мнение, спасибо за то, что оно было искренним, экспрессивным. Я бы хотел, ну, во-первых, поддержать телезрительницу. Да, телезрительницу. Но, к сожалению, да здесь все, в общем-то, мы все понимаем, о чем идет речь. Тем не менее, я хотел бы, вот пенсионерка позвонила, и я хочу напомнить всем. Многие из нас еще в себя не пришли и не опомнились после того потрясения, которое постигло страну после увеличения пенсионного возраста. И мы все помним, как нам объясняли, почему это было сделано. У нас демографическая яма, не хватает рабочих, некому работать. То есть, у нас работы много, а делать ее некому. И вдруг не успели люди оправиться, и нам говорят, ребята, не надо работать, у нас нет работы, зачем? Тогда у меня есть предложение, а давайте выйдем с альтернативным. Вернуть пенсионный возраст на место. Или сократить его даже. Да, или даже еще сократить. Зачем? Пусть молодые работают, пусть они зарабатывают. А люди, которые уже в возрасте, которым действительно тяжело, пусть они пораньше выходят тогда на пенсию. Если у нас появилась такая вдруг возможность. Хотя, честно говоря, я с Оксаной согласен абсолютно, что откуда у нас это все. И более того, вот если опять же мы говорим про отдельные страны, европейские и прочее. Самая передовая экономика в мире Америка. 40-часовая рабочая неделя, и они не собираются ничего сокращать. Даже близко. Почему, кстати, мне всем было интересно, вот французы пошли на это, а Америка нет. Слушайте, и с французами, смотря все как все. Я знаю, там, кстати, бады они продолжаются. Вы знаете, и еще. Там как союзы просто очень такие. Сергей Львович вот упомянул, на наши передовые предприятия. Между прочим, я должен возразить Сергею Львовичу. Это не просто передовые предприятия. Это предприятия, которые существуют за счет бюджетных заказов. И они изимечные достаточно, это не повально. Именно так. Они живут на бюджетные средства. Это наша оборонка. Конечно, мы снимаем шляпу. Это наш космос. Конечно, мы снимаем шляпу. Вопросов нет. Даже наш ТВЗ, откуда у него заказы? Это РЖД и прочие. И есть там белорусы. Это там не такие технологии, чтобы сокращать рабочую неделю. Совершенно верно. Нет. ТВЗ прекрасно организовывается. Не хорошие, да. Но не настолько, чтобы сокращаться. Мы помним, как и профсоюзы, и все сюда приглашали. Приезжал президент, и премьер приезжал. Все помогали, и спасибо, помогли. Поэтому сравнивать такие предприятия, допустим, с предприятиями, которые чисто коммерческие, которые сами развиваются. Поэтому я еще раз говорю. Бизнесу, который действительно работает в условиях свободной конкуренции, именно в условиях нынешних экономических законов и процессов, ему выживать очень сейчас тяжело. Потому что, во-первых, Оксана мне, наверное, подскажет, я даже себе взял, есть такая кривая Ла Фера, это экономист, который доказывает, что если величина налогов превышает 50%, то и физическим лицам, и юрлицам становится просто работать бессмысленно, потому что деньги забираются. Мы у себя вот посчитали, просто технологически, сколько у нас мы выплачиваем налогов, сборов и прочих всего. У меня получилась, вы знаете, сумма, которую, может быть, со мной ученые поспорят, да? Мы посчитали, что если при средней зарплате, ну, вернее, при зарплате 20 тысяч рублей на руки, рабочий, если вот он на руки получил 20 тысяч, да, получает, то у него в год на руки 240 тысяч, да? Ну, может, что? А теперь мы начинаем считать, а сколько он выплачивает. И начинаем. Налоги, сборы, в том числе и тот самый пресловутый НДС, который все равно на ком он был. Он все равно в конечном итоге на простого человека сваливается и так далее. То у нас получилось, на 100 рублей чистого дохода, расхода из личного дохода, 100 рублей человек, если его потратил, он отдал государству при этом 337 рублей. Это как? А вот так. То есть он реально на 100 рублей, совершив покупку, заплатит 437 рублей по чеку от стихи. Ну, с учетом всех налогов. На все налоги, на все вычеты и на прочее. Да, да, да. Понимаете? Вот тут и в корень. Разговор о том, что в нашей стране налоговая система, в отличие от той самой Америки, очень травоядна, налоги у нас, кстати, небольшие. Какие налоги? Ну, как там говорят. Какие? Вы заезжаете, вот стоимость бензина. Вот сейчас официальные цифры. 65% акциз. А, извините, бензин у нас везде. Он везде. Вся логистика, все доставки и так далее. Стоимость всех товаров практически уходит. Это все. И кто это платит? На трамваях надо возить. На трамваях и те уже умерли. Последние. Я бы к этой нагрузке еще добавил кредитную нагрузку. Почти все я сейчас беру. Кредитная нагрузка. Ну, кредитная, она не налоговая, понимаете? Это очень налоговая. Я беру нагрузку на человека. Ну, это односношно, да. Здесь я благодарен Сергею Львовичу. Он здесь выступает не только за физлиц, но и за юрлиц. Допустим, нам для того, чтобы повысить ту же производительность труда, нужно закупать высокотехнологическое оборудование. А оборотных средств ни у кого нет. Значит, я его как могу купить? Только в кредит. А это, значит, риски. А смогу ли я потом рассчитаться, да? А это, значит, дополнительные средства, которые я должен заплатить. А вот, Валерий Николаевич, а Вы вот как представитель реального производства, то есть Ваши сотрудники, насколько я понимаю, бумажки прибирают, именно работают, что-то создают руками. Скажите, Вы как-то вот прикидывали, действительно, эх, хорошо бы такую высокотехнологичную оборудование закупить. И оно даже есть, может, там, в Германии где-нибудь. И если бы его купили, насколько бы увеличилось производительность труда у Вас? Вы как-то прикидывали вообще так? Такие хотелки, мечтания, а вот хорошо. Хотелки, мечтания я могу не прикидочные, а практичные. В прошлом году мы, как говорится, напряглись всеми, всем, чем могли, напрягли, естественно, банки, которые нам, банк нам выделил денежку, и купили. Но у нас и так стоит часть оборудования высокотехнологичного, и мы себе вот взяли дефицитный станочек с ЧПУ, токарный станок. По производству у нас именно вот это рабочее место показало рост производительности труда в шесть раз. В шесть? В шесть. Вот именно вот в этом направлении, потому что у нас все время токарка, вообще сейчас в Твери с токарным направлением тяжеловато. И мы разгрузили это направление очень хорошо. То есть это реально, это действительно. Но я могу сказать еще такую вещь, что реальный бизнес, ведь он зависит от того, даже не от того, сколько я могу произвести, а от того, сколько я могу продать. И мы-то работаем не за часы, мы работаем за продукт. Понимаете, да. Нам нужно создать продукт, потому что если у меня есть покупатель, я обязан его обеспечить. Это мои деньги, да, это деньги, в том числе и зарплата, и налоги, и все. Значит, поэтому я-то работаю за конкретное производство, да, я должен выпускать свой продукт. Очень классически у нас, допустим, я считаю, одно из передовых предприятий, ну у нас их как бы два, да, ЗАО «Хлеб» и «Волжский пекарь». Мы все кушаем хлеб, да. Они работают 24 часа в сутки без выходных. Они просто не могут остановиться. Если, допустим, Лилия Нигматовна или там Нина Петровна сегодня не отгрузит хлеб, завтра на полке будет лежать другой производитель, она просто не имеет права остановиться. И что ей, допустим, причем у них рентабельность там вообще никакая. Особенно вот на бюджетные сорта хлеба, то, что мы все батоны, они не имеют права поднять, это же социальный продукт. А мука дорожает постоянно, логистика дорожает, как я уже говорил, постоянно, да. Более того, Лилия Нигматовна как-то, да простит она меня, да, сказала, что вот мы ввели в строй самое высокотехнологичное оборудование. У нее сейчас все автоматизировано. Действительно она ввела? Да. Это все сейчас у нее работает. У нее прекраснейшее производство. А ее сотрудник как раз, да и ваш, кстати, токарь, могли бы сказать, в 6 раз выработка повысилась, дай ей дополнительный день, выходной. Дай ей дополнительный день, выходной, значит, тогда, но завод-то должен работать, значит, тогда Eliza столкать. А exact name, казалось бы, ведь они же в токарь вам ускоятся, смотрите, в 6 раз выработок повысилась, мы будем взять выходной. Мы сократили время сверхурочной работы, которая в 2 раза дороже, между прочим, тогда. И, между прочим, я вот приехал на завод, буквально прошедшую субботу. А у меня люди работают. Понимаете? А они не стали разлучаться сверхурочком, сокращили? Это же денежка. Извините, по трудовому соглашению, конечно, денежка. Мы же ему платим. Да, обязательно. А теперь он не стал, а станок-то лучше работает. Ну что ж. Токарь вам не стал? Давай лучше на старом станке будут делать, зато сверхурочек будет. Слава Богу, конфликта не возникло. В зарплате потеряли вашу токарь после внедрения вот этого хорошего станка? Отчасти, да. Почему? Отчасти, да. Они могли бы не потерять? Они меньше работают. То есть они зарплату не потеряли, они потеряли приработок. Приработок, сверхурочный. Да, сверхурочный, да. А тут во что еще упирается? Совершенно верно. С одной стороны, это позволяет новые технологии, оборудование сократить, не знаю, рабочий день работника. Но, опять-таки, хорошо, что в 6 раз все это сократилось. Но если бы в 6 раз еще увеличивался объем производимой продукции, это было бы замечательно. Тут, понимаешь, Ром, палка о двух концах. Если бы вот этот вот спрос на продукцию был совершенно бесконечным и резиновым, это было бы чудесно. Внедряем новое оборудование, в 6 раз больше производим за тот же период времени. Зарплату не сокращаем. А тут, по факту, просто у людей была переработка, и они вошли в нормальный график. А не дай бог спрос на эту продукцию сократится, и они уже идут на половину рабочего дня, на полсмены или еще что-то. Не дай бог, понимаешь? Это же все упирается действительно еще и в спрос. Поэтому тут очень много факторов, которые влияют на продолжительность. Я вам поддерживаю этот тезис. Оксана, все упирается, много упирается в спрос, но спрос не будет сокращаться, если растут денежные доходы населения. Вот. А растут они когда, когда экономика развивается? Это да, конечно. Это все, это система экономики. Это все взаимосвязано. Однозначно. Да, конечно. Ну, мы надеемся. Ну, не знаю, у нас официальное решение еще не принято. Мы как бы тоже окончательно, я имею в виду, про Союзу одного рода всей России вопрос не проработали. Но мы надеемся на довольно-таки солидный переходный период. И вот мы тему уже затрагивали, затошение работников и работодателей в Англии, в Америке. И правильно было сказано о том, что у нас кодекс трудового тоже позволяет решать это в договорной порядке. Универсировать, конечно. Да, и в договорной порядке все это решить. И вот там, где проблемы производственные, в первую очередь, на наш взгляд, связаны с экономикой, с экономической политикой, с банковской политикой, там, естественно, должен быть какой-то период, и стороны совместных должны как-то этот вопрос решать. А там, где позволительно в бюджетной сфере есть, и позволительно, там тоже проблем много, я об этом говорил, может быть, можно и побыстрее это сделать. Хотел бы возразить, извините. Можно. Возразить. Мы все культурно возражаем. Будет нормально. Вот почему я возражаю. Значит, еще раз. В соответствии с трудовым кодексом, который вполне пока всех удовлетворяет, и работодателей, и работников, нормальный у нас хороший трудовой кодекс. У нас прописана рабочая неделя, величина рабочей недели, которую нельзя превышать. Все остальное, что не запрещено, то разрешено. Отсюда у нас есть замечательная структура, называется профсоюзы. Ради бога, есть колдоговор, есть механизмы, и если где-то на предприятии такая возможность сформировалась, то зачем, я прошу прощения, нашему правительству вмешиваться в отлаженный процесс, когда есть все структуры, и этот механизм, это все решаемо в рамках существующего законодательства. Нет вопросов, пожалуйста, пожалуйста. Но я поясню, в чем опасность-то. Мы принимаем, принимают наши верховные лидеры такое решение, четырехдневная рабочая неделя. Мы сразу, в первую очередь, это удар по бизнесу, в первую очередь, потому что, Оксана здесь говорила, мы сразу теряем выработку, потому что получается одно и то же количество людей, но сокращается количество рабочего времени, значит, я выполняю меньшую работу. Нет, они ведь как это, что все накупят те самые станки с ЧПУ, и в итоге выработка даже может увеличиться? Они же на технический прогресс упирают. Вы понимаете, есть такая российская пословица, да, мечтать не вредно. Вот, конечно, мечтать не вредно, но в данном случае... То есть, в теории это возможно? В данном случае вредно, потому что, как показывает наша здесь дискуссия, у нас очень неглупые ученые, поэтому, прежде чем выходить с какой-то инициативой, можно просто спросить. И вам доходчиво объяснят, что телега должна быть сзади лошади, а не впереди. То есть, сначала нужно обеспечить процесс, а потом выносить его на обсуждение. А если, извините, у вас ничего не готово, даже в близко, и более того, у нас общие тенденции, они же идут не в рост, мы же пока на глиссаде, мы идем, приземляемся, и когда нам говорят, как там в этой самой, да, когда мы опустились на самое дно, то снизу постучали, да, вот мы, как бы, вдруг выясняется, что мы еще не опустились. Экономика России, это бездонная бочка, дна нету, да, все падает и падает. Можно ли только один тезиск сказать? Я не защищаю наше правительство ни в коей мере, у нас, может, даже еще больше претензий, но, на мой взгляд, почему правительство так себя ведет? Да, потому что правительство у нас самый крупный работодатель в государстве, и, видимо, может быть, они и готовы к этому. Хочешь работать, а то перерабатывают. Да, ну, а вы знаете, ведь тут проблема дальше идет, занятостью и так далее, и так далее, ну, это так, предположение, но я всегда призываю не забывать, что, несмотря на то, что у нас уже нет социализма сколько десятилетий, у нас все равно правительство является самым крупным работодателем, и не только в бюджетной сфере, но и в бюджетной тоже. Вот почему говорили. Да, это я сказал свое мнение личное. Мне кажется, вот в свете всего вышесказанного, вообще век нашей информации, да, мы сегодня знаем, что слово, оно действеннее многих каких-то мероприятий, процессов и так далее. И вот с информацией сегодня надо быть аккуратными. И это относится к государству в том числе. На мой взгляд, вот это заявление необдуманное, да, необоснованное со стороны Медведева, оно, знаете, является определенной демотивацией к труду. Потому что, чтобы трудиться, нужна определенная мотивация. И если в Советском Союзе с этим проблем не было, да, у всех была определенная цель, была идея, да, ради которой они шли. Строить коммунизм, промоиндустриализацию, восстанавливаемую страну после войны. А нам говорят сегодня первые лица. И работать, в принципе, вот лейб-мотив этого решения. Работать не надо, надо отдыхать. На вопрос на что, который я, например, общаясь с Медведевым на экране телевизора, когда я вижу, ответа не получаю, да, потому что здесь, в принципе, кто-то, не знаю, пойдет, опять-таки будет расти и уровень там наркомании, не знаю, алкоголизма, да, то есть люди пойдут, не знаю, там, воровать, еще чего-то. Ну, то есть это определенные антисоциальные последствия могут быть, да, потому что здесь, на мой взгляд, вот такой лейб-мотив, да, то есть надо отдыхать. В этой жизни работать надо чуть-чуть, а больше отдыхать. Ну, я так считаю. Здесь можно согласиться, и Сергей Львович, и он опять с Оксаной, наверное, в некоторых структурах, которые как раз живут на бюджетную сферу, неплохо бы, если бы там ввести вообще рабочий день, там, один день в неделю, например, в нашей Государственной Думе, чтобы они отдохнули. Потому что вот эти закородательные свистопляска, и просто уже достали... Вы видели, как там голосовник проходит, треть зала пустая, то и половина, представляете, как хорошо? Вот и пусть они отдыхают. А, пусть они приходят, да? Да, да. Чем больше бы они отдыхали, может быть, нам... Потому что государству нужна стабильность. А когда у нас законы вечно пляшут, то у нас ГАИ, то ЕБДД, это же мощно, да? То мы никогда не будем плачать налоги РАСНДС. То милиция, то полиция. Ну, я не знаю, что происходит вообще. И народ вот уже просто в замешательстве, когда такие вот инициативы вдруг всплывают, то это как... Я, извините, вот это решение по поводу рабочей недели. У меня почему-то ассоциации возникли с недавней свистопляской по поводу изменения времени. То мы летнее время, то зимнее время, то географическое, то астрономическое, то европейское, то еще какое-то. Потом давайте Дальний Восток подтянем поближе, потом вроде отпустим назад. И вот это дергали-дергали людей. Зачем? Так и до сих пор все вопрошают. А что это было? И для чего это все? Вот так же и сейчас. Вот вбросили, и действительно Улий зажужжал. А что это? Все-таки Медведев сказал, у меня кто-нибудь. Но самое главное, вот сегодня звонила пенсионерка, да? И, между прочим, мне сообщили, что мнение пенсионеров, особенно такого более старшего возраста, все говорят в один голос. Вы что там, работаете? Работаете? Вы работаете? Да. А вы о чем сейчас говорите? И когда мы говорим про советскую власть, тогда ведь была четкая мотивация. Закон от унеядствия. Да. И все вопросы. Переходим на четвертый. Там можно было перейти на любую рабочую неделю, потому что за все отвечало государство. Как оно скажет, так и будет. Какая будет назначена зарплата, такая и будет. Это же совсем другая система. Ну, не мы здесь виноваты, что ее не стало. Или там не наша заслуга в этом, как угодно можно рассматривать. Но, по факту, вот теперь этого нет. И сравнивать с этим, это совершенно разные вещи. Вообще системы никакой нет, по большому счету. Есть, самое главное, такие сферы, где вообще в принципе нельзя... Ну, то же самое здравоохранение, что с поликлиникой будут работать с понедельника, с четверг. Что врачи будут, хирурги по пятницам, субботам, 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 субботам не оперируют. А военные силовики вообще молчат, что они. То есть люди, которые в принципе работают, ну... В сфере обслуживания тоже что-нибудь. В сфере обслуживания, образование. Вы знаете, тоже ведь, ну, известно у нас, и так сейчас говорят, что программа перегружена, что сейчас даже в школах я вот постоянно слышу эту дикую информацию. У детей по 6-7 уроков. Это вообще дико. Ну, в мое время такого не было. 6-7 уроков, это знаете, это университетская норма. Это, говоря, университетским языком 4 пары. 4, а тут дети. И если сейчас им сделают учебу до четверга, ну, это что, вообще-то, да, я не знаю, предмет надо выкидывать. Либо, да, там, по 12 уроков будет, либо предмет какие-то выкидывать, и часы. Но здесь другой вопрос. Здесь же прямое нарушение трудового законодательства вообще-то, по большому счету. Потому что все мы знаем, что на заводе, если я взял несовершеннолетнего на работу, да, то ему на час меньше положено, 7 часов ему положено работать. А в школе он отрабатывает, извините, его папа с мамой уже вернулись с работы, а он еще там крутится, да, на дополнительных занятиях и на прочих вещах. А потом еще приходит домой, а к нему репетитор уже его ждет, да, и все нормально. И кто это все устанавливает? Ну, это мы отлили. Не, ну, почему? На самом деле сфера образования, это тоже, это важная сфера. А как это будет касаться? То есть кого, получается, касаться это будет возможно? Опять-таки, говорим, возможно... Незначимых каких-то профессий, но опять-таки нету незначимых профессий, по большому счету. Опять же, в первую очередь пострадает самое уязвимое звено, это малый и средний бизнес. В первую очередь пострадают они. В первую очередь, хотя наш президент постоянно говорит о том, что это направление надо поднимать, и именно на это направление идут вся основная нагрузка. Вот, потому что понятно, что отдельным структурам государственным, ну, невыгодно ковыряться, ведь с каждой вот этой мелочью, да, надо проверять его, смотреть и прочее. Когда ты пришел вот на вагон-завон, ну, и там сразу собрал, и все прекрасно. А что за эти копейки, а работа-то практически та же самая, все это проверять, все это отчетно. Судоемкая. Поэтому, да, поэтому убрать их как класс, чтобы под ногами не путались, и все. Оксана, а вот ты сказала вначале, что к этому должна идти, ну, страна такая, где очень хорошо растет ВВП и так далее. А мне, знаете, все интересно, а почему Китай-то с их вообще колоссальным ростом ВВП, который уже не один, не два года, уже сколько, лет 15, да ведь как там растет. Почему у них до сих пор, вот как я читал, у них рабочая неделя, в Китае ее называют 996. Работают с 9 утра до 9 вечера и 6 дней в неделю. Почему китайцы до сих пор себе не могут позволить, что называется, отдохнуть, передохнуть? Ну, наверное, мне кажется, все-таки надо еще культурный аспект тоже, да, учитывать. И тот уклад жизни, который есть у них. Поэтому здесь определенная какая-то, я думаю, установка со стороны государства, да, все идет именно от этого. Поэтому я думаю, что китайцы, они, в общем-то, по своей натуре трудолюбивы, да, и может быть они трудолюбивы не потому, что вот они такие сами по себе, а потому что их так организовало государство, и они же не возмущаются, их все устраивает. Потому что, я думаю, они, наверное, понимают, что это их источник благосостояния. Поэтому сегодня мы видим, что все больше и больше китайцев путешествуют по миру, да, хотя вот куда не приедет, даже вот в наш там Тверь, да, в Санкт-Петербург, в Москве, по миру, куда не приедешь, больше всего китайцев-туристов. Но они-то успевают, работая вот это 9 на 9, да, с 9 до 9 и 6 неделю путешествовать и прекрасно себя чувствуют. Поэтому трудолюбие – это залог успеха не только отдельного человека, но и экономики в целом. А еще залог успеха – это рекламное телевидение, в том числе благодаря которому мы живем. Поэтому, дорогие телезрители, прерываемся на рекламу, а потом подведем итоги программы. Ну что ж, дорогие телезрители, снова программа «Тема дня» в прямом эфире. Мы сегодня обсуждаем, нужно или не нужно сокращать рабочую неделю в нашей стране. Как уже высказали все участники нашего разговора, свое мнение точно не сейчас. Господа, а все-таки мне интересно, все-таки придет ли, возможно, к сокращению рабочего времени или изменения технологические, о которых говорят, Греф это особенно любит говорить. Но все-таки, вы же купили станок, который в 6 раз производитель увеличил. Даст Бог, если у нас опять что-нибудь не обвалится в стране, еще купите. Все-таки придем ли мы к тому, что действительно вам, производственникам, через какое-то время будет нужно меньше рабочих? Или нет? Токарей меньше, раньше было 10, потом у вас в цехе осталось 5, потом 2, потом 1, допустим. То есть, все вообще, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, и на Марсе будут яблоки цвести. А, опять, но не в этой жизни. Почему не в этой жизни? В этой, но не моей. Поэтому я не вижу пока никаких, даже близко перспектив. Теоретически все возможно. Ну, как ты, Рейс, смотрите, вот сейчас современное производство. Вот организуют производство, и нам всякий раз приводят пример, что в советские времена вот такой объем продукции, допустим, выпускал завод, где было 10 тысяч. Соответственно, этим гордились. А сейчас говорят, сейчас там буквально... Ну, понимаете, вот я... Самый простой пример, вот у меня просто отец летчик, вот самый простой пример, вот то, что мне сейчас в голову пришло, авиация. Раньше у них экипаж, это было 5-6 человек. Понимаете, сейчас экипаж вот любого современного лайнера, это 2. Чувствуете сокращение? 2 человека. 2 всего лишь. А еще буквально вот в 90-х годах, 5-6, у нас ВТА военно-транспортный авиатор тоже пока летает, но вот мой отец, который потом долго отлетал в коммерческую авиацию по всему миру, он говорит, Ром, сейчас это 2. Это вот первый простейший пример, что мне сейчас пришло в голову. И у вас вот только что провели пример станок, ведь та же история. Или я не прав? Нет, 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 Ром, ты совершенно прав, действительно, ну в каких-то сферах, да, я простя, где-то больше, где-то меньше. И опять вспоминаю Германа Грефа, действительно, он сейчас так организовал работу Сбербанка, мы понимаем, да, что это все-таки финансовый сектор и там, ну, специфическая деятельность, там не стоят у станка. Конечно. И, конечно, много программ, много различных технологий, которые действительно позволяют сокращать количество рабочих мест. Но, опять-таки, мы можем возвратиться к тому же Китаю, да, а что у них не так, да, там все передовые страны Америка и Европа перенесли свои производства и, в принципе, там они работают, да, долго и упорно. Но во многих странах, где технологический прорыв, он очевиден и внедрен в деятельность основных отраслей экономики, там решается вопрос, а вот с высвобождением рабочих единиц, рабочих мест, что делать? У нас такая проблема есть. То есть у нас вроде бы как компании, ну, тот же Сбербанк, да, сокращают рабочие места, они рады, у них фонд оплата труда минимальная, их постоянные основные издержки сокращаются. А вопрос следующий, а куда пойдут эти люди, которые вот сократились? А у нас сокращение рабочей силы идет. Рабочая сила, ну, и вот куда вот эти вот люди пойдут? У нас это не продумано просто. Мы немножечко, опять же, здесь я соглашусь с Оксаной, но вот вы немножечко как бы, ну, как сказать, очень прямолинейный вопрос рассматриваете. Значит, высвобождаются люди, люди не высвобождаются. У нас раньше был один телевизор на 10 семей. Сейчас в каждом доме по 4-5 телевизоров, ну, я не знаю, да? Раньше один автомобиль был там на 500 человек, сейчас в семье есть по 2 автомобиля. То есть объем потребления тоже растет, а мы все это сбрасываем. То есть вопрос комплексный, он очень непростой. И более того, интересно, что население этой планеты тоже растет. Ну, и Россия, и Россия. И Россия растет. Ну, не так. Уверяю вас, Россия потихонечку, так же, как и Европа, становится мусульманской страной, поэтому население будет расти нормально все. Вот, поэтому это комплексный вопрос. И моя позиция-то в чем? Все может быть. Все может быть. Но не надо никуда лезть. Не надо никаких вот этих телодвижений. Сегодняшнее законодательство позволяет имеющимися механизмами, в том числе, я как говорю, это наши профсоюзы. Наша наука, которая может эти рекомендации все нам разработать, это все позволяет сделать, мы можем делать рабочий день по соглашению сторон, если это всех устраивает, сколь угодно малым. Ради бога. Более того, я хочу сказать, опять же, пример того же ТВЗ. Когда у них не было работы, они были в простое, и этот вопрос решался по закону, и ничего не случилось, небо на землю не свалилось. А я вот не договорил про наши хлебозаводы, после полной модернизации завода выяснилось, что оплата тарифов по электроэнергии возросла настолько, что Ленин Матун сказал, что я сейчас сомневаюсь, зачем я все это делал. У меня рабочими, наверное, было бы дешевле. Понятно. Спасибо большое, уважаемые гости. Наша программа подошла к концу. Спасибо за то, что вы сказали прямо все, что вы думаете об этой идее нашего Дмитрия Анатольевича Медведева, сократить рабочую неделю, и сюда не договорили, поэтому не в последний раз, дорогие телезрители, мы обсуждали возможность сокращения рабочей недели, пришли к выводу, что это делать точно сейчас не стоит, может быть, когда-то, когда, вот как Николай Юрьевич говорит, когда на Марсе яблонь будут свистеть, может, тогда и в России, может, будет работать поменьше. А сейчас нам надо вкалывать, 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 а то ВВП у нас совсем уже скоро рухнет окончательно. Поэтому, дорогие телезрители, всего вам хорошего, желаю вам не потерять ваши рабочие места, никого не слушайте, потому что что-то говорит наверху. До свидания.